Недавно СМИ массово тиражировали новость о введении эко-налога на перелеты в Европе. Впервые необходимость применения подобной меры озвучили в 1973 году в первой программе действий Европейского Союза по охране окружающей среды. Обоснование идеи заключалось в том, что авиаперелеты влияют на изменение климата, поэтому те, кто загрязняет атмосферу, должны платить. И вот в 2019 году вопрос введения ограничений был поднят вновь. Ресурс 34 Travel заявил, что путешествовать внутри Европы за 10 евро в 2020 году уже не получится, так как авиакомпаниям запретят продавать билеты по ценам ниже суммы применяемых налогов. Основная цель такой инициативы стимулировать авиакомпании к заботе об окружающей среде. В 2018 экологический налог был введен в Швеции. В 2020 подобная участь ждет Германию и Францию, а в 2021 к ним присоединятся Нидерланды. Однако разве в этом выход в действительно критической сложившейся ситуации? Транспорт изначально задумывался как средство перемещения из точки А в точку Б. А сейчас тенденция такова, что на Земле повсеместно вводятся ограничения, связанные с передвижением. Например, одни запрещают въезд личного транспорта в центр, другие настаивают на повышении топливных налогов и ограничении скорости передвижения в городах. Получается, что эксперты фактически связывают руки людям, жертвуя их мобильностью, лишь бы стабилизировать кризис и снизить пагубное воздействие на окружающую среду. Но все это — чрезвычайно однобокий взгляд на проблему, связанную с экологией. Чтобы найти новые пути решения, необходимо взглянуть на транспорт глобально. И тогда станет понятно, что он весь устарел и может быть приемлемым только на локальном уровне, в маленьких масштабах. Мол, одна машина хорошо — 3 миллиарда плохо, а один самолет хорошо — 30 тысяч плохо. Но, к сожалению, размеры городов не позволяют мыслить так приземленно. Поэтому лучшие умы человечества бьются над новыми решениями. Например, Анатолий Юницкий создал струнный транспорт, который как раз-таки способен удовлетворить потребности человечества в объемах и дальности перевозок без вреда для экологии. Однако генеральный конструктор ЗАО «Струнная технология» считает, что и это недостаточный для спасения планеты масштаб. Необходимо не только избавляться от вредоносного транспорта, но и переносить промышленное производство с земного шара в космос. Только использовать ракеты для таких транспортировок, по мнению Анатолия Юницкого, все равно будет нецелесообразно. Комплексный экономический ущерб, наносимый планетарной экосистеме ракетными пусками, сложно определить. Но частную оценку ущерба только от разрушения озонового слоя планеты можно выполнить, если оценивать стоимость восстановления озона не природными, якобы бесплатными и безвозмездными, а техногенными способами. Известно, что озон получают пропусканием воздуха через озонатор. Основным фактором, определяющим затраты на производство озона, является расход электроэнергии. Лучшие промышленные озонаторы расходуют порядка 10 тысяч киловатт в час энергии на получение одной тонны озона. При среднемировой стоимости электроэнергии порядка 10 центов за киловатт в час только стоимость электроэнергии, расходуемой на получение одной тонны озона, составит примерно тысячу долларов. Таким образом, чтобы восстановить озон, уничтоженный при каждом пуске тяжелой ракеты в количестве более 10 миллионов тонн, только электрической энергии необходимо затратить на 10 миллиардов долларов. Даже если каждая ракета выведет на орбиту 10 тонн груза, на одну тонну полезной нагрузки придется общепланетарный экологический ущерб минимум в 100 миллионов долларов. Поэтому минимальный экологический налог на освоение околоземного космического пространства с помощью ракет-носителей, и неважно, кто их запускает, должен быть не менее 100 миллионов долларов на каждую тонну груза, выводимую в космос. И никакое перспективное удешевление стоимости пуска ракет не сможет снизить себестоимость доставки тонны груза на орбиту ниже отметки в 100 миллионов долларов. Того вреда в будущем еще более чувствительного, которого наносят ракеты нашему общему дому, биосфере планеты. Конечно, кому-то эти идеи кажутся трудноосуществимыми и даже утопическими, но вопрос, будем ли мы меньше путешествовать в будущем в связи с ограничениями, до сих пор остается открытым. Ведь в эпоху повсеместной пропаганды туризма так тяжело отказываться от серфинга на Бали зимой, евротура весной и трекинга по Камчатке летом. Поэтому все-таки хочется верить, что благодаря разработкам Юницкого в будущем нам не придется выбирать между экологией и путешествиями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok